Песня, там, вот, меня поразили вот именно эти волжские дали, поэтому я захотелось вот, ну, опять же, вот, почему возникает песня? Потому что хочется передать какое-то свое ощущение, какой-то восторг, который обычным методом, но вот танцевать я не умею, мне кажется, песня это как-то вот, как птицы поют, высказит каким-то пением, поэтому появился образ птицы небесных, а птицы небесные у нас есть образ евангельский, который вот такие, вроде бы, беспечные, которых, в общем-то, и питают, и это о том, что, как бы, вот, это ощущается все время, и по жизни. Артур, можно чуть-чуть голос, мониторы покромче, а гитары потише? Вот, тут чуть-чуть меня дисбаланс. Вот, и сегодня, ну, я предложил всем участникам сегодняшнего концерта как-то обыграть, но каждый будет по-своему представлять, и у нас еще будет второй блок, вот, допустим, во втором блоке будет у нас менее продолжительный по времени, Павел Федосов задумал просто рассказать, то есть, ну, прочитает свое эссе, я так понял. То есть, у нас сегодня вот такой экспериментальный вечер, насколько он интересен, ну, посмотрим. Вот, ну, тогда я продолжил с песнями, если у другого кого-то есть какие-то вопросы, можно их задавать, но он отвечает, мы ограничены по времени, то есть, как-то кратенько. Вот, следующая песня у меня называется «Ломатики», а я ее хотел проиллюстрировать. Просто эта песня написана по картине изначально, она очень давно написана. Ну, даже не картине, а картинка. Вот, я ее, наверное, потом покажу, сейчас вспомню, куда я ее делал. Вот, потому что, когда я подозреваю, что если я буду петь, да, давайте я, наверное, не буду ее сначала показывать, или показать сначала картинку. Я не знаю, кто ее видит, она достаточно небольшая. Дорогие эксперименты. Лучше сейчас или потом. 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 Ладно. Ну, да, вот, какой у вас предстояние того, что я, например, вот по картинке эту песню нарисовал, но, опять же, там присутствует и реальность, и нереальность, то есть, какие-то идут полонительные всякие ответвления, но это вот свойственно моему творчеству. А поскольку у нас сегодня все авторы разные, то у каждого свой песенный принцип, он, наверное, об этом как-то расскажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Будь со мною, со мною, будь святой, задушай Выше звезд, ближе слав, твой небесный покров Будь со мною, со мною, будь святой, задушай Золк небесной любви теря в перебяти Будь со мною, со мною, будь святой, задушай Высотой, красотой, моей верной звездой Будь со мною, со мною, со мною, задушай Мечтает сердце слух, к чаю сильной тоскуя Чем имя боль, разлук и встреча поцелуя На самом деле я очень сильно переработал эту песню Просто я в первый раз написал ее в последней редакции Но она реально по жизни Передай передам, Дима Потом кто захочет, посмотрит Я понимаю, просто это факт Как бывает, песня по фильмам, как по книге А можно просто выше, на уровне лица, когда ходят подсветы Ну, это самое, от чего это все произошло Всегда бывают некие импусы изначально Дальше это может быть по-разному Лично у меня Продолжим Сейчас эта песня посвящается другой барышне Я в этой картинке просто видел некие такие образы сильные Для меня захотелось сейчас передать свои ощущениям над ней Но вот сейчас она, конечно, по-другому чуть Но ощущается Вот, но я думаю, что просто будет понятно, от чего этот образ Лунасики Потому что Лунасики Не знаю ощущения над этой картинкой Вот, продолжим Ну, сейчас у нас еще осень, почти уже не золотая Но, однако Очень красивая Вот, ну, многие любят лето, многие любят весну Но многие, я знаю, любят и осень Вот И даже, наверное, из сегодняшних участников Вот Алексея Воронина Вот песен осенних И мне вот тоже От осени Как-то мне даже больше нравится И вот это ощущение осеннего драйва Я и попытался запечатлеть следующей песне А, Артур Еще чуть-чуть покромче голос Монитор, потому что чуть-чуть сложновато Осенний драйв Не стынут Руки на ветру В Сибросия Танцуют Листья на лету Прозрачный день Пронизан Солодом лучей И озарем Как будто пламенем Свечем Пламенем Свечем Мы говорим О чем другие Промолчат Придет Весна Растает Зимняя Печать Снеговый дом Метель Людых Холодов Ну а пока Метель Метель Субтит 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 Почти Субтит действительно реальную жизнь. И об этой жизни я пытаюсь рассказать естественно в песнях. И естественно, я пытаюсь об этой жизни рассказать так, как я ее чувствую. То есть у меня эта жизнь, это действительно некий такой вот простор. И вот очень хочется передать эту необъятность и объять необъятного, что называется, песни. Но, естественно, это очень слабые потуги такого слабого человеческого творчества, которые, ну вот какие-то отпрыски, да, я хочу, хотела передать некие отблески. Вот на этой картинке меня, может быть, поразили то, что там есть отблески. Вот. И для меня творчество – это некие отблески от чего-то большего. То есть, ну, я считаю, это отблески рая, которого мы все когда-то потеряли по лице нашего родителя, прородителя Дамы Евы, но который мы легко можем найти, ну, легко относительно, поскольку за нас уже это сделал один человек, самый человечный, не знающий. Вот. Иисус Христос. Вот. И самое главное – ну, желать войти в эту вечность. Вот. И мои песни, естественно, образом об этом тоже поют. И поэтому вот осень, да, она для меня – это как раз вот напоминание о нашем умирании. Просто, ну, все видно, что все тлен несмертное. В осени это очень хорошо заметно. Вот. Когда мы обычно ходим, вот я прихожу в храм, который рядом с кладбищем, и там каждый день отпевают. То есть, может, по жизни это незаметно, но на самом деле это реально. Да, конечно, никто умирает где-то далеко или близко. Вот. И все это рядом. Но это умирание не страшно, когда ты знаешь, что вот за этой осенью и за этой зимой страшно, вот за пустотой есть весна. Вот, в общем-то, и об этом эта песня. Вот эта весна, она вот через звезду, которая приходит нам уже почти в полной темноте, и освещает наш путь вот именно какой-то радости, какой-то драйв. Поскольку для меня христианство – это драйв. То есть вот нереальный драйв, еще не знаю, как осталось. Вот. Может, для кого-то это… Ну, и тишина. Вот вот мое ощущение – это такая тишина, спокойный, но и драйв. Вот это вот, как бы, такие огонь и вода, которые с совмещением совместимы. Вот для меня это… И очень хочется этим как-то поделиться всегда. Вот. Хотя для кого-то, может, это как-то, ну, нехорошо. Ну, это мой способ существовать. Так, значит, если я смотрю на часы… Да, уже не надо закругляться, чтобы все остальные купили. Я сейчас пою песню, которая достаточно жестокая, вот, но она связана с поломом фидосов, который всегда будет выступать. Потому что эти строчки, которые там есть, «Терзая душу, бытовый реализм» как раз появились после того, как Паша на одном из концертов «Пакеля» начал рассказать, что вот мне сейчас пишут песни в стиле «Ботового реализма». Я как раз вот спел «Лунатиков» и сказал, что у меня сейчас, наоборот, песни такие, обратные. Какой-то романтизм, там, импрессионизм. Вот. Но эта песня, действительно, такой «Ботовой реализм», это такие зарисовки. Тем более, сейчас вот недавно были все эти события, там, Перелёва, это можно там услышать. Но я не такой эсэсайльный, прям вот, по-моему, панфлетист. Но меня эти все тоже, естественно, опять же, наша жизнь очень волнует. Я как-то по-своему пытаюсь осмыслить, поэтому эта песня такая достаточно, получилась жёсткая, как наша жизнь окружающая. Но опять же, я в ней пытаюсь показать некий выход. Вот. Каждой песне я пытаюсь показать выход, который я сам на себе нахожу, но, может, он кому-то ещё пригодится. Сейчас я тут сделал некие приключения и запою эту песню. «На крестики, норики». Гитара нормально слышно? Нормально. А голос слышно? Нормально. Не громко, да? Не тихо. Всё, супер. Поехали. Терзает душу упытованной реализней, Как скудник в памяти кружится, мчится жизнь. Глаза бьёт свет, лёд, Встречный свет планет. Увы, эпоха оскудения любви, Части художник и поэт. Как капли крови на асфальте, Алый роз, две лепестки, Из века вечной, с подлезной, Шаркие мазки. Мы жили по соседству, но были далеки, Как звёзды во вселенной, И размнулись, разлетелись, Как параллельные миры. Нолик, крестик, нолик, Вот славка, вот тела. Нолик, крестик, нолик, Вмиг подведена черта. Нолик, крестик, нолик, Вот порога, вот итог. Нолик, крестик, нолик, Крестик или ноль. Родость моя, безумный мир, Звумные сердца. Родость моя, во время разлечит лица. Родость моя, во время плача, Время слез. Родость моя, во время всегда. Родость моя, во время христос. На улицах и сторонах, люди в масках и шарфах, Поют религи и любви ухожняются в снегах. А под землёй в переходах слышали сгибов языки. И кто развеет, кто прочтёт, Что это лишь расплата за грехи. Бухие змеи, избиваясь, танцуют в музыке. И так-то они макараты цели метко в пах. Пока при любом мире стыд и звам гляне зыбаешь, Мир приобретших душу потерявших, Ставших наш, выживших тираж. наш, мой крестик, ноль, И вот слабо, вот слабо, Ноль крестик, ноль, Расвод введем на чердал, Ноль крестик, ноль, Под порога, наอง укритон. Ноль крестик, ноль, Крестик, чтобы ноль. Радость моя Там будет вместе Радость моя Там будет вместе Радость моя Там будет вместе Радость моя Христос, она истин К сожалению, она не пеет песню Ладно, тогда у меня будет вторая часть Хотел еще спеть такую Миротворющую песню Но давайте я не буду Давайте я вступлю Вместо другого человека, Алексея Воронина Потому что она будет еще вторая часть И Алексей Воронин сейчас расскажет Свои жизненные истории Вот Я отключаюсь Еще раз для всех собравшихся Что все у нас необычный концерт То есть мы решили сделать такой эксперимент Насколько он будет удачно осудить вам Можете потом написать ваши отзывы Поскольку Опять же, мы как дальше Содров Я Дмитрий Стивенный Всегда инициатор и продвигатель Мы пытаемся делать разные по форме концерты Когда у нас есть такая возможность Экспериментировать И очень важно, насколько это интересно для слушателей То есть наша основная задача Просто быть услышанными Любой форме, которая может донести Хорошее творчество Насколько она интересна Ты готов? Мы всегда приветствуем где-то, если у кого-то есть предложение Очень важен ваш отзыв Договоримся, что как-то расскажет Насколько вам это было интересно И может быть какие-то нести коррективы Во все это дело Итак, следующий наш участник Алексей Воронин Вот сюда Отвечай, да? Отвечай, да? Отлично, Артур! Артур, как все-таки правильно у вас? Артур или Артур? Лучше А, на первое Дима, спасибо тебе большое Представление Можно, да? Да Дима, такую планку высокую поднял Хотел первую песню спеть шуточную, но передумал Как-нибудь в другой раз О, отлично О, отлично Я могу применить к себе То, что действительно в песне есть И какие-то картинки из реальности Есть и вымысел, который Не знаю, насколько он вымысел Ну, то есть это такой всегда Микс Вот, но для меня самое большое очарование В песне, когда они пишутся Это то, что Никогда не знаешь, чем не закончится Вот это ощущение открытия Которое ты совершаешь каждый раз Оно может потом оказаться не открытием Но когда пишется У тебя полное ощущение, что ты вот на пороге Цирк Какого-то великого открытия И всегда вот последняя песня Она самая любимая Ну, вот в русле сказанного Я тогда и спою эту песню, которая Недавно написалась Я тоже съездил Съездил в Ярославль Дима в Нижний Новгород Я в Ярославль съездил Вот, там моя родина И вот там мне написалась песенка Один день в Ярославль Дима, если я буду петь Харе Кришна Это не значит, что я кришнаид, хорошо? Договорились Молчание – знак согласия Снова над городом небо осеннее Как парашют для Всевышнего Люди на площади Огревления дружно Поют Харе Кришна Харе Кришна 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 Один день Ярославль Ярославль Один день Ярославль Бога Медвежий, Бога Медвежий, И что ему грезится? Скоро ли князь пребывает? Моется в небе большая, Медведица малая в клетке скучает. Мы не скучно пели, Осень встречали. Один день я расслаблен, Один день я расслаблен. Тысячи лет он стоит под рекою И смотрит, как Волга река. Вдаль, утекая навстречу с окою, Все-таки не утекает. И мы смотрели, И не утекали. Один день я расслаблен, Один день я расслаблен. Снова шагает отважно, По лужицам маленький мальчик без мам. Чайки речные над городом, Кружатся листьями под небеса. Чайки кружили, Чайки кричали. Один день я расслаблен, Один день я расслаблен. Если есть вопросы... Не просим, просто по-моему, Голос надо немножко поднять, потому что немножко не слышно. Может мне поближе к микрофону? А просто чуть-чуть на себя повернуть? Ага. Я попытался в этой песне немножко коснуться истории Ярославля. Тысяча лет в городе. Вот стоит на Волге. Все понятно, как в учебнике. На стыке, точнее, двух рек, Которос и Волга. Вот я на Которосле, собственно, родился. Которос в переводе с татарского «цветущая». У меня есть стихотворение какое-то такое есть. Здравствуй, мой Санкт-Ярославль. Все стоишь под небесами, Все взываешь к небесам золочеными крестами. Дальше не помню. Я вообще... Спасибо. Я просто... Вот как-то такая странная штука, что я очень редко читаю стихи. И... То есть стихов много, на самом деле, очень много. Но у меня вот есть разделение четкое. Если мы говорим о творчестве, то у меня есть стихи, а есть песни.